Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на семейных посиделках, где мы с вами поговорим о том, о сём и узнаем что-нибудь полезное, эдако такое и интересное. Вот, как твои дела? Мои дела, Илюш, нормально, но сегодня у меня, ты знаешь, меня, вот я просто поделюсь с тобой, чтобы все слышали, меня всегда волнует, вот не волнует, я не знаю, как правильно сказать, вот такая вот мысль. Я не понимаю одного, почему люди по ту сторону монитора, то есть компьютера, не понимают вот что. Когда мы снимаем рецепты, да, они настоятельно просят, напишите рецепт в начале ролика, у меня нет времени смотреть ваш ролик и занимать своё время роликом, вот ты понимаешь? А я вот смотрю и думаю, значит, извините, пожалуйста, дорогие подписчики, у неё, которая пишет, нет времени смотреть ролик, а у нас есть время, да, выкладывать этот ролик, подробно его показывать, этот кулинар, монтировать, снимать, тратить своё время, уйму времени. А у неё, видите ли, нет времени посмотреть этот ролик. Ну, значит, надо ей сказать, показать, как сказать, и не нравится, и уходить на дорогу, как бы, где переходить на какой-нибудь другой канал. Да, вот я просто хочу... А я посмотрел с удовольствием бы такие ролики. Я тоже смотрю. И мне, я опять, 25, возвращаемся к тому же. Я смотрю вкусную минутку, и ещё там, который ты мне, какой там посоветовала, у неё два канала. Вкусная минутка и... Ммм... Добавь. Забыла. Мозг напряги. Женщина. Ну, не важно, два канала нет. Ну, что это не важно, давай вспомним, вкусная минутка и кухня наизнанку. А, да, кухня наизнанку, да. Два канала, и мне не сложно, да, там, может быть, есть в рецептах и описание, но я даже, когда сам готовлю рецепты, если я не вижу там никакого-то описания, мне несложно нажать на паузу, записать или перемотать и опять... И опять посмотреть, да. Так что сегодня... Да. А, кстати, я дощечку не взял, да? Да, дощечку-то не взял. Что, надо взять дощечку? А, я не знаю, где наша дощечка. Ну, так напишешь потом. Ну, я напишу так? Да, напишет. Напишу, да. Вот, просто к чему мы затеяли этот разговор, потому что мы просто решили на посиделках, сейчас идёт бурный такой, да, подготовка к зимнему сезону, и просто... Ну, ладно, сейчас вообще идёт бурная подготовка. Вообще. Ко всему. Ко всему. У кого-то работа, у кого-то... Работа в саду, у кого-то работа... На работе, да, у кого где. И мне кажется, знаешь, там, вообще это не есть правильно писать там, вот, вот это нам не тета, а вот это не тета. Просто, дорогие друзья, давайте уважать друг друга. Уважать труд и... И друг друга уважать. Просто вот убедительная просьба, поэтому... Так что приступим, девочки и мальчики, долгожданно. В прошлом видео мы болтали на тему варенья из... Нет, а мы рассказывали про рецепт икра из морковки, то есть у нас тематика морковка. И, дорогие друзья, ну, пожалуйста, напишите, ведь наверняка из вас кто-то уже попробовал, да, сделать этот рецепт. Да. Понравился ли он вам, не понравился, но это же интересно вот все-таки. Напишите, кто попробовал этот рецепт из морковки. Потому что сегодня мы продолжаем тему рецепты. Кстати, по поводу рецептов я... Вот по поводу... Давай мы сейчас тоже поговорим. Да, вот... Ладно, да. Ну что, ну что ты, да. Сказал, а, говори я. Не, говорю, ну вот все про это, да, что... Иногда бывает, как напишут, как напишут комментарий, да, хоть стой, хоть падай. Нет, и просто я хочу сказать, что вот когда мы даем рецепт, да, мы готовим по этому рецепту. Вы поймите правильно. И порой задают вопрос, а вот можно я, допустим, этот ингредиент, да, заменю каким-то другим. Но, дорогие друзья, это уже совершенно другой рецепт. Или кто-то начинает включать фантазию и добавлять свое какое-то. А потом у него взрывается банка, и я оказываюсь крайней, понимаете? Так что соблюдаем рецепт. Да, или если вы что-то сделали сами, у вас получилось. Дорогие друзья, поделитесь, мы будем очень рады. Ну что, у нас неспроста стоит на столе чудо-банка. Банка с вареньем. Варенье из морковки. Из морковки. Честно говоря, сейчас попробую. Я вот тут прям бери вот это, потому что как цуката морковка. Когда я... Дело в том, что сварение с этого началось еще с прошлого года. Дегустация. Плантация. Как? Скажешь, что морковка? Вот я кого ухачала, никто не угадывает, что это морковка. Мам, там и апельсин. Здесь лимон. И все думают, что это варенье из лимонов. Никто не думает, что это морковка. И вот по этому варенью я хочу сказать, что это варенье мне еще в прошлом году, когда у нас ребята узбеки строили тоже, и они сказали, что мы дома делаем варенье из морковки. А я вот знаете, я еще послушала и думаю, ерунда какая-то, да, варенье, морковка. Думаю, а, потом в этом году я все-таки думаю, дай-ка я посмотрю, действительно ли существует такой рецепт из морковки. Нашел защитку? И я морковь все-таки решила сварить это варенье. В чем же заключается варка? Сейчас вам Илья напишет рецепт. Вы пока рассказывайте. Самое главное в варенье варится в три этапа. То есть первый день варим, да, как обычно оставляем, остужаем, второй, третий. Вот, подождите, пока сотрю, здесь у нас рецепт. Ну, ты попробовал, что ты не сказал-то ничего. Ну, вот я и хочу сказать. Вкусное, очень сладенькое, вкусное. Но я, так как я ведь вообще любитель там всего такого, и мне почему-то кажется, что, наверное, даже полезная морковка. Полезная для глаз, для зрения, для кожи, для всего. Да, и даже, да, сейчас могу сказать, там, в нем количество сахара большое. Это не полезно. В любом варенье есть сахар. Но, вы понимаете, если у меня будет выбор съесть варенье, хотя в каждом варенье витамины, мне кажется. Нет, нет, если есть выбор съесть шоколад, допустим, и, к примеру, варенье, мне кажется, что лучше варенье съесть. Вот, и про варенье-то я что, про это хочу рассказать. И когда я его вариться, оно следующим образом. Берется килограмм, берется килограмм моркови и килограмм сахарного песка. Подождите, подождите, женщина, помедленнее. Давай. То есть, если я захочу приготовить ингредиенты, что мне надо подготовить? Килограмм моркови мы, я резала кубиками, вот этой, да, машинкой этой у нас, машинка там, морковь, кубиками порезать. Можно брусочками, как угодно, потому что варенье по своей структуре оно напоминает цукаты. Вот, на килограмм моркови мы берем один килограмм сахарного песка и один лимон. Один к одному. Один килограмм сахара и лимон. Один лимон. Это может быть, в принципе, один апельсин. Ну, мне как-то лимон больше нравится. Лимон я брала. Лимон. Лимон, да? Должны в смеси с кожурой убрать косточки и разблендерить его, да? Размельчить, разблендерить. Ну, или это может быть произойти все через мясорубку. Может быть и так. Значит, все, все эти три ингредиента. Значит, морковь засыпаем с сахаром, добавляем лимон и оставляем. Опять, килограмм моркови, килограмм сахара, один лимон. Все это мы... Один килограмм моркови мы порубакали, измельчили квадратиками. Потом... Сахар заблендерили. Ну, измельчили блендером сахар. Надо сахар измельчить. Ой, фу, извините, лимон. Вы нам что-то советуете, а я думаю, еще сахар будет. Лимон, лимон, лимон. Мы берем лимон, измельчили блендером, потом берем морковь, засыпаем килограмм сахара, добавляем туда измельченный лимон, отправляем куда-нибудь постоять на... На ночь я это делаю, сделала, да, чтобы... На ночь, примерно 6-8 часов. Ну да, где-то 6-8 часов. 6-8 часов, и на следующий день мы берем кастрюлю и варим примерно 20-30 минут. Да, все это кипит, покипело, поварилось. Значит, если у вас там образуется пенка, пенку убираем. Ну как, поступаем как с обычным вареньем. Потом я это все, хозяйство, отставляю и... Даете остудиться. Остудиться. И я обычно продолжаю варить уже на следующий день, снова. Вторая варка. Вторая варка. На следующий день. Опять так же я ее варю 20-30 минут. Не пугайтесь. Сначала оно мне показалось настолько жидким, и когда я посмотрела, думаю, ой, господи, какая это ерунда, там прям вообще, ну, вода водой. Вот, это вторая варка. И третья варка, это на следующий день, да, на третий день. Вы, да, вы уже варите и смотрите, как начинает варенье так, ну, густеть. Тоже примерно 20-30 минут. Ну да, тоже примерно 20-30 минут. Оно, морковка начинает как бы, ну, прям вот сиропчик такой уже вот густой, в общем-то. Морковка то, что надо. И варенье, в принципе, когда оно, мы его по баночкам раскладываем, но банки не закрываем сразу, даем остыть. И вот это варенье у меня стоит при комнатной температуре, закрыто просто крышками пластмассовыми, и ему ничего не делается. То есть закручивать металлические? Нет. И что, и хранится долго? Хранится отлично. Ну, я хочу сказать, что если кто-то, конечно, мало ли уберет в погреб, то пластмассовые крышки не подойдут, мышцы сожрут. Ну понятно, лучше закрутить. Лучше закрутить железной. И вот что я хочу сказать про это варенье. Дело в том, что вот... Подождите, женщина, то есть варится в три стадии. Первая варка, вторая варка, третья варка. Между варками. Ну, типа это в разные дни вы делали. Да. И что я хочу сказать, что очень хорошо, вот именно, если, да, процедить вот этот сиропчик, и вот эта вот сама морковочка, вот эта вот, да, цукатики, очень хорошо подойдет для пирогов. Начинка в пирог какой-то. Это не только варенье, а еще вкусная начинка для пирогов. А сиропом можно, допустим, бисквит пропитать, то есть использовать в кондитерке. С блинами можно. Или с блинами можно. Ну, уже тут хозяин барин. Но вы можете сказать, что это варенье на любителя? Да. На любителя, да? Это варенье можно отнести к варенью на любителя, правильно? Кто-то любит, кто-то не любит. Но мне понравилось. Но я люблю погуще варенье. Да. Почему оно не густое? Ну, оно потому... Почему оно не густое? Потому что это, во-первых, морковь, так же, как из кабачков варят. Оно никогда не будет таким густым вареньем. Это надо понимать. Что это вот как бы десерт, да, будем говорить. И я хочу сказать, что у меня такая возникла идея. Если это варенье процедить через друшлаг, хорошо дать стечь сиропу, да, сироп использовать там для блинов куда угодно, а вот эту морковочку, пропитанную сахарным сиропом, да, если положить в сушилку, то получатся очень вкусные цукаты. Я так думаю. Но я не пробовала. Получится дополнительный геморрой. Ну, да. И кубистовая еще одного дня. Ну, это да. Нам хватит только три дня, извините, простите. Ну, да. Ну, вообще, мы экономим время. Первый плюс. Я вам расскажу, как мама поделилась рецептом, а я как человек. Так что, ты тоже человек. Ты готовила, а я как со стороны человек. Другая точка зрения. Вкусно, необычно, практично, да. Можно реально, что в пироги, не в пироги. Но. Что? На любителя. На любителя. Ну, мне понравилось. Вот, видите, Илье понравилось. А кому-то не понравилось. Нет, но всем, кому давал пробовать, никто не может понять, что это морковка. Вот, но честно говоря, что вот, например, для меня, для меня, да, я вот как для себя, я вот, ну, я, конечно... Много бы не делала. Много бы не делала. Но я, конечно, сделала из 4 килограмм моркови. Это из 4 килограмм моркови у меня получилось 3-х литровая банка и вот литровая. Прилично. Все, пожалуй, я больше бы этого варенья не делала. Поэтому, дорогие друзья, вы попробуйте, попробуйте с килограммом морковки. Может быть, вы настолько будете без ума... Вот люди же без ума от кабачков в варенье. Ну, да. А я не любитель. А я не люблю малиновое. А ты есть любительное. А я люблю малину. Но оно полезно. Вот, то же самое, как из кабачков в варенье. Да, я его не признаю за варенье, понимаешь? Вот. А кто-то прям вот прям варит его килограмм. Да. Поэтому, дорогие друзья, пробуем и готовим. И, кстати, сейчас продолжаем наш видос мы. И маленький... Ну, варенье мы все записали. Все записали. Килограмм-килограмм моркови, килограмм сахара. Ну, что, все записали. Обязательно, мне кажется, стоит попробовать. А потом для себя решить. Да, решить. Вот если, допустим, икра из морковки, вот... Ну, это вообще мое. Я люблю. Мне очень нравится. А, кстати, я еще что хотела задать вопрос. Так как мы о питании. Илюш, тебе понравился вот новый рецепт селедка-фолье? Да, очень вкусная селедка-фолье. Селедка-фолье обалденная. Она получается как натуральная. Очень вкусная и полезнющая, как в ресторанах. Да, вот я сегодня готовила на ужин, дорогие друзья. Потом как-нибудь расскажем вам тоже, да. Быстро готовится? Очень быстро. 20 минут в разогретой духовке. Вот мне надо для Инстаграмчика видос. Я сейчас видосы пилю в Инстаграм. Вот. У меня есть еще селедка. В следующий раз я разморожу ее. Да, это не помню это. Да, очень, товарищи, очень вкусно, очень быстро. Мне нравится. Ничего не шкварчит, ничего нет. Все в фольге, порциону, да, взял и покушал. Вкусно. Да. Или я снимешь ролик. Да, сниму ролик, продолжение наших бесед. Мама купила себе. Что же купила мама себе на Алиэкспрессе? Что же? Узнаем, узнаем, узнаем. Что же? Может быть в этом видео, может быть в следующем видео. Но сейчас мы расскажем. Но сейчас мы расскажем. Да, мы посмотрим там, как у нас, да, со временем. Дорогие друзья, просто у многих сейчас эта болезнь век коленей. Вот колени болят, ломят, да, вот эта ломота. И я, конечно, я ищу и лекарства, и всякие растирки, и мази, и что мы только не делаем, да. Вот. Но я в Алиэкспрессе думаю, ну не может быть, чтобы у китайцев чего-то не было. Мы, давай, изначально расскажем. Да, давай. Изначально мы расскажем, что Илюша, Илюша, Илюша молодец. И у него есть такой пояс, вибропояс. И Илюша молодец, он каждый вечер после работы приходит. Вот, дорогие друзья, это вот, конечно, это ценно. Вы представляете, сын у меня каждый вечер делает массаж ног. Массаж ног, вибропояс. У меня был вибропояс. И мы решили, такие болтали-болтали, и мама говорит, ой, как хорошо ногам после массажа, виброэкспресса. И лимфодренаж, и отек с ног уходит, и ногам. Отек ног уходит идеально. Вы представляете, прям утром встаешь, прям... Так что обращайтесь, телефон внизу будет. Или я массажист, да, с дренажем. И мы решили, такие, а есть ли, допустим, начали искать вибромассажеры для ног. Потом мама прогуглила. Мне решили коврик сначала, коврик. Еще купим коврик. Может, еще и купим коврик, да. Он очень клевый, я и сам бы полежал на нем. Ну, ладно. И мама прогуглила, такая, говорит, а может, на коленнике есть массаж колен, виброэкспресса, на колен, ну, вибромассаж. И она нашла одна Алиэкспресса. Они соединены? Нет, они сейчас разъединены. На Алиэкспрессе она нарыла. Как хоккеиста. Я нарыла. Эти на коленнике. Это не реклама, дорогие друзья. Нет, потому что не реклама, потому что я потом расскажу еще про на коленнике. Что-то мама лоханулась. Я лоханулась, конечно. За что-то, за такое выражение. Значит, что ценно в этих на коленниках? Во-первых, снимают боль сразу. Давай мы сначала обсудим на коленнике. А, ну, давай. На коленнике. Они с каким-то датчиком, с чипом, не с чипом. Питаются они не от батареек. Нет, от электричества. Ольга все там перевела, потому что все это так. Да. Они делают и вибромассаж, правильно? Да, вибро. Там какие-то магнитики что-то вставлены там, я не знаю. Магнита какая-то терапия. Да, да, да. Что еще? И плюс еще тепло. Плюс еще тепло. Температурный режим. Они еще снимаются, делаются. Мамик, а ты знаешь, что вот эта сеточка для чего? Для чего? Вот не знаю. Мне кажется, туда можно класть что-нибудь. Например? Нет, так испачкаешь, наверное, ничего. Нет, это чтобы не пачкались они. Чтобы не пачкались. Я думаю, что может ты мазик какой можешь мазить. И они прям хорошо вам вибрируют? Чувствуешь? Очень, да. Во-первых, дорогие друзья, знаете, я настолько была удивлена. Ну, вот у меня, вы знаете, ты знаешь, Илюш, очень интересно. Видно, находишься, и где-то к четырем часам дня начинают болеть колени. Вот начинают они болеть, это дико болеть. Боль такая, что и когда я... Я ржу, потому что у нас такой ролик, конкретно рекламный получать. Да не рекламный. И когда я находилась, я в четыре часа беру джоппер-шоппер, прикладываю его к ногам, и я летаю. Нет, это не реклама. Нет, не реклама. Я их купила, вот сейчас Илья расскажет, что лоханулась я, короче. Да, мама такая, нарыла эти наколенники. И говорит, Ольга, говорит, Оля, закажи мне. И она показала ей ссылку, ту, что она нарыла. Я говорю, мама, а что ты не провела эту анализ, не посмотрела, сколько покупок сделано у этого продавца, сколько то-то, сколько сет-то. По ее ссылке, где она там купила, нашла, наколенники стоят сколько? Три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи. Я прогуглил, нажал, говорю, а что вы за две шестьсот не купили? Ни Оля, ни мама не догадались, что можно просортировать по цене и найти дешевле. Мама такая, у нас доставка бесплатная, и там доставка бесплатная. И, кстати, знаете, так мне здорово, мне так понравилось. Короче, на тысячу ты проликнул, да? Ну, на девятьсот рублей. Ну, курьер нам привез их на дом. Прям привез курьер, да. Нормально, потому что я сейчас на Алиэкспрессе заказал буквы, буквы светящиеся, маленькие. Камера предательская выключается. Да, плюс, что доставка была на дом, да? Да. А если на Алиэкспрессе сейчас распространена, что доставка на дом некоторые товары. Вот, и очень-очень, и прям так быстро пришло, потому что Ольга сказала, объяснила, что как-то в Москве рассортировочные пульсы или что-то. Сейчас просто на Алиэкспрессе даже есть продавцы, которые чуть ли там, не знаю, могут в Москве у них точка, и они сами работают просто через Алиэкспресс. Короче, девочки, Алиэкспресс сейчас уже не сплошной Китай, там есть и русские товары, и русские продавцы, то есть даже не русские товары. И вот где-то неделю я ждала, через неделю, да. Ты довольна, да? Очень, я, конечно, очень довольна. Единственное, что недостаток, конечно, людям, представляешь, кто, как говорится, там все на английском языке, но у нас Оля знает английский в совершенстве. Она мне, конечно, все перевела. И три раза в день надо делать массаж. Обычно я утром стою, потом в обед. Мне нравится то, что ты сидишь, допустим, чай пьешь, там отдыхаешь, а делаете виброколенники, и все. Ну, я не знаю, но я довольна, конечно. Ой, но самое главное, что ты довольна. Это самое главное. Следующая наша покупка будет это виброковрик. Виброковрик. Будешь виброколенники, виброковрик, вот Сюха. К нам тоже пришла. Сюнечка, ты довольна виброколенниками? Довольна. Ну что? Так что, если что? Ну, я считаю, что, ну, не знаю. Мне вот как бы это... Меня вот они устраивают. Может, кого-то не устраивает. Вот. Скажут, Гали, моя реклама. Я прям это... Да реклама, господи. Дорогие друзья, не реклама. Серьезно, это не реклама. Если была бы реклама, то это была бы реклама. Но это не реклама. Так что, если что... Вообще, кстати, я хочу сказать, что я вот всегда смотрю и думаю, ну, ё-моё, китайцы ведь что только не придумывают, а? Да, китайцы, что только не придумывают. Это вообще. Да, у китайцев у них чего только нет, да? Да. И для здоровья, и для того... И я хочу на матрасни купить себе. И там и одежду можно на Алиэкспрессе заказать. Всё, что угодно. Я вот доволен, допустим, покупал зубные щётки. Нет, потому что, знаешь, вот так вот спрашивают. Порой там оставьте... У меня я что-то покупаю там, пусть там стаканчики там или что. Оставьте ссылку. Вы знаете, дорогие друзья, там все разные продавцы. И надо, я всегда вот, ну, я человек тёмный в компьютере, я прям... Иногда бывает, не сохраняешь эти ссылки. Да, и нет, и я вбиваю прям вот Алиэкспресс, допустим, и что мне надо там. Я вбиваю. И я начинаю искать. Там море продавцов. У одного одна цена, а у другого другая, у третьего третья. Вот видите, так же, как я с наколенниками. Можно было за 2 600 купить, а я купила их за 3 500. Ну, хорошо, что пришли, да. Так что вот, поделились, рассказали и варенье, и супер-бупер наколенники. Так что видос у нас сегодня был информативный. Спасибо, что были с нами. Пишите комменты. Будем с вами связь держать в комментах. Так что не забывайте писать комменты. Камера всегда выключается, что-то глючит. До новых встреч. Пока-пока. Пока, чмоки-чмоки в обе щёки.